Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 6 января, Православная Церковь совершает на вечере Рождества Христова или Рождественский Сочельник. Это день накануне праздника, по-своему очень радостный. Он известен традиции подавать к столу специальное постное блюдо Сочева. Собственно, поэтому день и имеет такое название. Сочельник бывает дважды в году – в канун Рождества Христова и в канун Крещения Господня. Связано это с тем, что раньше два этих праздника отмечали в один день – Рождественский Сочельник, высшая ступень на пути к празднику. В этот день установлен особенно строгий пост. Если соблюдать его по всем правилам, то принимать пищу можно только раз – после вечерни, когда на середину храма будет вынесена зажженная свеча. Она символизирует вифлеемскую звезду. Обычай не есть до первой звезды, может быть, связан именно с этой звездой – свечой. Раньше это богослужение совершалось днем накануне Рождества Христова. Сейчас вечерняя Сочельника служится, как правило, утром 6 января вместе с литургией. Правда, у этого обычая есть и другое, вполне житейское объяснение. Зимой рано темнеет, и обед, он же ужин, предполагается, когда первая звезда уже взошла. Люди, которые чтят церковный устав и сегодня стараются придерживаться этой традиции. А те, кому такая строгость не по силам, просто ограничивают свой дневной рацион ради ожидания Рождества Христова. Бытует поверье, что в ночь под Рождество, а потом и на святках, то есть вплоть до праздника Крещения Господня, можно гадать, якобы в это время все тайны будущего становятся известны. Обычай этот уходит корнями в языческие времена. Стоит ли говорить, что к реальному событию Рождества Христова он не имеет никакого отношения? Конечно, всем нам хочется чуда, особенно в эти рождественские дни. И кажется, что стоит заглянуть за реальную грань бытия, и сразу же узнаешь что-то важное о своей жизни. Однако Церковь не раз высказывалась против гаданий. Христиане не случайно выражают свое религиозное чувство не словом знания, а словом вера. Вера предполагает полную свободу в духовной жизни, а гадание такую свободу нарушает. Ведь люди пытаются взять за шиворот духовный мир и вытрясти из него нужную информацию, сделать ее предметом знания, а не веры. С точки зрения психологии гадания тоже неприемлемы. Человек попадает в зависимость от того, что он видит на звездном небе, в кофейной гуще или на картах. Его как бы программируют на определенные действия и поступки. Подсознательно он начинает стремиться именно к тому, что ему предписано. И таким образом тоже лишается свободы действий и возможности маневрировать. Как следствие, человек как будто лишается и ответственности за свои действия, ведь он, так сказать, следовал указаниям. Однако это иллюзия. Отвечать-то все равно придется, и если действия окажутся ошибочными, то отвечать по всей строгости. Все это может вылиться в серьезную проблему. Потому церковь и запрещает гадания. Ведь Бог только там, где свобода. Это выразилось в том, что он родился не в римском императорском дворце, не в палатах царя Ирода. Он появился на свет в пещере, где в непогоду прячут животных. Его Рождество не сопровождалось громом и молниями. Бог никому не хотел доказывать, что Иисус – тот самый Божий Сын, которого все ждут. Он предоставил человеческому сердцу свободу выбора – поверить в Рождество или нет. Итак, до Рождества Христова остались считанные часы. Впереди самое строгое время поста. Но не стоит относиться к этому трагически. Есть в Евангелии замечательные слова «Всегда радуйтесь». Они относятся ко всему, что делает человек, даже к посту. В противном случае ни пост, ни сочельник просто не имеют смысла. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобно-мученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иокинфа и Клавдии. Преподобного Николая Монаха, а также новомучеников российских. Преподобно-мученика Иннокентия Беды, священомученика Сергия Мечева Пресвитера. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Пусть великодоровитый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам здравие телесное, спасение душевное. Будьте Богом хранимы. С наступающим вас Рождеством Христовым. С праздником вас и многое лето. Ликуйте верные, встречайте торжество, оставим скверное в Христово Рождество, наполним верою жизнь каждого из нас, Христовой эрою ознаменован час, даров приятия Спасителя Христа, очистим, братья, и сердце, и уста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова